добрый день уважаемые дамы и господа с вами константин белый я отвечаю на ваши вопросы сегодня мы поговорим о теме выбора печи выбора печи и отопительной и в баню потому что принцип в принципе один и тот же с малыми функциональными отклонениями там одно там другое ну это все давайте разберемся люди просто вопрос задают как правильно выбирать почему именно нужно ставить ту или иную расскажите топ самых лучших печей и чтобы вас удовлетворить в этом деле я попробую вам рассказать не то что топ самых лучших печей а принципе сам принцип подхода к выбору печи почему потому что в деле подбора печи должны играть сразу несколько функций функций те которые мы должны предъявлять требования к этим печам так вот выбор печи и какая должна быть печь что для этого нужно делать как когда вы выбираете печь пойдем с самого простого у нас есть несколько видов печи это кирпичные печи чугунные печи печи из черной стали и печи из нержавеющей стали ну там есть комбинированные всевозможные у нас есть чугун с нержавейкой черная с нержавейка чисто нержавеющие и другие там разные варианты но выделим именно вот четыре вот этих типа почему потому что это очень серьезный подход и к нему нужно относиться ответственно потому что когда вам менеджеры или там каменщики рассказывают о допустим каменщики рассказывают о преимуществе кирпичной печи да они говорят чисто со своей как раз за колокольни не то что они пытаются вам рассказать что с чем вы свяжетесь в процессе а то что вот в их понимании является преимуществом это печи при том что всегда преимущество рассматривается однобоком поэтому мы постараемся рассмотреть и преимущества и недостатки с разных сторон ну наберитесь терпения мы начинаем и так кирпичная печь чем она хороша ну кирпичные печи появились сравнительно давно по сравнению с это за и в то же время не так уж и давно потому что кирпич всегда был дорогой и не все могли себе позволить делать кирпичные печи по началу вообще при печи были глинобитные мазанки там различные виды печей из из глины просто с глины вымазывали печь потом ее обжигали сушили обжигали и получалось вот такая вот на определенный период когда она себя выработает ее меняли на новую и никаких проблем не было люди ничем не видел потом с появлением хорошего качественного кирпича появились кирпичные печи понятное дело эти кирпичные печи поначалу где делались именно под каждый объект индивидуально ну в каждом это сам в ка у каждого мастера у каждого было свои принципы через время выявились общие принципы и начали создавать кирпичные печи по различным направлениям ну то ли банная то ли это варочная то ли это там русские начали делать кирпича печи то ли это там голландки ну там шведки что угодно очень очень много вы найдете названий и мастеров которые уже стали многие печи даже стали ну как типа печь кузнецова нарицательное имя уже разработчика имя вот этого печника который ее разработал стала уже нарицательной стала уже печь уже именной эти печи они о своей сути всегда были те клопоаккумулирующие и по-другому нельзя почему потому что кирпич имеет слабую теплопроводность его чтобы нагреть нужно было топить большое количество времени и чем больше масса было вот этого кирпичной печи тем дольше она потом отдавала накопив себе тепло в помещении и вот это считалось очень полезным и качественным моментом почему потому что нагреть кирпич вот который в обкладе до раскаленного состояния принципе никто не мог и не задавался этой целью кирпич был всегда нагрет до состояния того что даже не ну вообще-то обжечься от него нельзя было там мог быть горячим там все но это считалось главной пользой кирпича как они многие говорят он выделяет полезные вибрации полезные колебания полезные излучения чего только не услышите вы в мире печников все у них полезные но не говорят оттуда откуда они берут этот кирпич где он сделан с какой глины где эту глину брали и я может открою маленький секрет но когда люди сделали проверку вот на вот эти базах кирпичных счетчиком гейера да то много кирпича сравнительно фанила это тоже показатель того что никто не занимается отбором вот этот глины для кирпича и никто не знает куда этот кирпич пойдет то ли он пойдет накладку печи то ли он пойдет в подвалы где-то то ли где-то сарай сложится неважно сам главный принцип что пользы от вот этого излучения в принципе никакой нет нам нужно просто тепловое излучение для нагрева помещения и вот это тепловое излучение дают все нагретые предметы без разницы то ли это кирпич то ли это камень то ли это металл то ли может даже дерево если дерево нагрета ну вы выше температуры того что воздух в помещении воздуха находится она начинает излучать тепло и все говорят об вот этой пользе нет пользы есть излучение тепла просто от дерева это будет слабое излучение от кирпича сильнее от раскаленного камня сильнее от раскаленного металла вообще сильное излучение излучение не вредное тепловое тепловое излучение не радиация не надо путать с радиацией никакой вреда вот это излучение не несет чтобы это вы знали и поэтому мы считаем что кирпичная печь это обыкновенный нагревательный прибор но очень сильно не экономичный и вы в этом деле можете просто-напросто посмотреть разницу расхода дров для того чтобы наобить помещение вы расходите большое количество некоторые говорят а потом же долго отдает такая вы не забывайте сколько же вы в это время в дымоход выкинули и основная масса вот современных кирпичных печей никто не делает уже колбаковые лишь бы вот сделать красоту вам там и израсы поставят и все что сделают и красоту и кирпич подточат благо аппаратура сейчас есть все это и вы получите конфетку как многие говорят и вот это вот конфетка эта конфетка стоит огромных денег сама по себе то что кирпич то что его сложить то что кажется дымоход нужно вывести многие кирпичные печки требуют щитка теплового оборотного без него ну никак потому что иначе основная масса тепла просто улетит дымоход потому что отбор тепла через стенку идет медленно и у вас тепло улетучиться в дымоход поэтому создают многоходовые вот эти колодцы через которые идет дымовые газы и отдают тепло и поэтому вот эти печи они очень очень не экономичные потому что там у вас и скапливается сажа и за счет линейного расширения там ну как некоторые говорят у меня сто лет стоит и ничего не случается с ней ничего не случается но трещинки появляются и проходишь их промазываешь 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 кирпичные печи значит получается мы получаем мало эффективные они могут отапливать небольшие помещения небольшие здания они очень дорогие и очень расходные переходим следующей печи чугунная печь как кто-то сказал что чугунная печи там появились чуть ли не раньше чем кирпичные нет чугунная печи появились не так уж и давно когда начали полноценное чугунное литие даже чугунные пушки начали лить раньше чем лить печи посмотрите когда первые чугунные пушки появились и увы увидите вот вам сравнение что чтобы вы знали чугунной печи в принципе их ну 200 даже может быть и недалеко за 200 появились почему потому что чугун научились варить уже давно его легче всего сделать и потому что чугун не требует большой обработки нужны были только формы литье потом просто-напросто вот эти стенки собирали кто на болтовых соединениях кто на клиниях то еще разные методы были кто с тяжками там еще но основной сейчас последнее время конечно чугунные печи идут на болтовых соединениях так проще так это самое ну и современное литье конечно ну в разы ускоряет этот процесс удешевляет самый дешевый процесс это все-таки чугунное литье никогда сказать как представляешь сколько да но там меньше квалифицированного труда но вы посмотрите за зарплату сварщика и зарплату человека который находится на литье в разы отличается вот посмотрите сборку подгонку там вообще ручного труда мизер там вообще зачистку произвели опять неквалифицированный рабочий труд сборка тоже много ума не требует простая инструкция сборки все собрали поставили и она работает казалось бы ну да хорошо и получается не сильно то и дорого дешевле чем кирпичная печь а теплоотдача лучше у чугуна хорошая теплоотдача вообще чугун если брать со сталью у него коэффициент теплопередачи лучше на небольшой процентик но тем не менее лучше но на этом закончились все его преимущества а дальше понеслась по кочкам что происходит чугунная печь не терпит качки вот этой вот температурной и поэтому чугунная печь как отопительная еще нормально как банная уже не идет почему потому что в банной печи мы ее нагоняем раскаляем обливаем охлаждаем и опять нагоняем опять это этих циклов много и когда будет тот цикл когда уже он не выдержит и разрушится у всех по-разному все зависит от того если раковин ки чугуне если присадки какие-то если добавки есть ли какие удары там трещинки микротрещинки не про проходит ну как раз где плохо пролился чугун там как раковинки получается на раковинках и то пошло и понеслось и вот эти все процессы приводит тому что через время у вас чугун выходит из строя плюс тому что не забывайте у чугуна большое линейное расширение вот эти все линейные расширения не всегда учитываются кто-то перетянул болты линейное расширение вам и срезали эти ушки там еще что-то или куда-то где-то выперло а это приводит к тому что чугунная печь хотя говорят чугун долговечный но само изделие не такое уж и долговечное некоторые говорят можно отремонтировать да все можно отремонтировать кирпичную печь тоже можно переложить чугунную печь тоже можно перебрать стальную печь можно заварить все можно отремонтировать все буквально все вопрос цены чугунная печь вроде бы по цене не сильно высокая но вот эти вот затраты на нее на ее монтаж на ее установку все если допустим это я еще раз возвращаюсь отопительная печь если это камин там совсем другое там мы пользуемся от случая к случаю мы делаем небольшие перегревы мы не не разгоняем его вода сама мы подкинули дровишки и они потихонечку потихонечку там леют для того чтобы передать нам определенное количество вот этого мягкого тепла и это приводит тому что чугунные печи по своей сути не такой же прорывной материал по цене они выходят дороже потому что мы начинаем дальше что еще не забывайте у чугунных печей не может быть дополнительных устрой камеры все нельзя в чугуне много всего вылить не получается а ведь чем славится печь колпаками любая даже в кирпичных печах есть колпаки для дожига пиролизных газов нормальные мастера это ставят делают но не все а в чугунной печи колпак сделать сложно ну сложно сделать не получается тем более шире у него не больше линейное расширение плюс тому что послойно в одном месте перегрев другом месте недогрев а еще не дай бог я живу почему в банную нельзя ставить вдруг воды налили все хана ну не из первого может раза ну придет хана и получается что чугунная печь плюс тому что она из-за отсутствия хорошего отбора тепла как не крыток у него же коэффициент передачи больше чем там устали да а толщина больше десяти миллиметров сталь мы берем 24 а тут 10 12 20 так далее и к чему мы пришли мы пришли к тому что теплопередача слабая и все тепло пошло куда дымоход понятное дело что тут уже не кирпичный дымоход тут уже идет стальной а многие производители требуют чтобы ставился хотя бы метр-два чугунный дымоход потому что перегрев просто сумасшедший недожигание перорезового газа газ догорает дымоходе ни один дымоход нормальный у которой вот у нас основная масса доходит дымоходов которые 450 600 градусов рабочая температура чугун там может сделать и 700 и 800 и понятное дело дымоходы просто выходят вываливается со строя и что мы имеем получается мы закладываем дрова они у нас летят дымоход они мало того они еще разрушает нам дымоход они еще создают пожарные условия что которая приводит тому что никогда не знаешь когда у тебя там что-то сверху произойдет ты можешь сидеть внизу да у тебя там же крыша будет гореть страшное дело это кирпичные печи намного безопаснее потому что у них дымоход какой кирпичный он меньше разрушается кстати тоже разрешается со временем ну будем считать что его на дольше хватит стальные дымоходы при такой температуре работают в считанные там месяцы ну у кого-то там пару-тройку лет при таких режимах и что мы получаем печка не сильно-то и дешевая эффективность не сильно-то и большая долговечность под вопросом потому что может быть да а может быть и нет кому как повезет эффективность малая передача а расход топлива огромный и вы вот этим расходом топлива спалите как как можно сказать ни одну печь есть по цену топлива посмотреть и разницу с эффективной печи и от чугунной и сразу поймете а ведь за это время вы спалили намного больше и вот переходим то сразу к стальным печам почему потому что стальные печи это вообще-то очень даже удачное решение потому что она может привести к тому что мы можем любую конфигурацию сделать печи любые в ней сделать вот эти карманы колпаки и все все что можно сделать но производители не любят этого но редко кто делает колпаки в печах да мы делаем это другие производители не хотят потому что это удорожает а удорожает надо людям доказать чем твоя печь лучше они привыкли делать из черной стали черную сталь поставил да ну где-то и у нее от пяти там ну какие-то там выдерживают 15 лет на топилках на банных печах от пяти до семи лет от пяти до семи лет больше на банной печи не выдерживает потому что там мы льем воду интенсивно черная сталь долго не выдерживает хоть вы 4 миллиметра хоть 6 поставьте хоть 8 и с каждым увеличением толщины мы теряем больше больше тепла в дымоход чем больше толщина металла тем больше уходит тепла в дымоход тем больше расход дров и плюс тому что мы и так имеем расход дров около 40 процентов пиролизных газов просто улетает не успевая догорать создав колпак мы эти 40 процентов гасим дожигаем и получаем продуктивное тепло к чему мы пришли то что еще в отопительных печах черную сталь ставить можно вполне реально конструкционно топить сталь и она вы будет вырабатывать свои свои там 7 лет или там ну это самое так с реальной экономии дров при наличии колпака при наличии вот этого дожига не просто сделать один копак мало еще нужно сделать дожиг там полноценный дымоход будет работать даже дольше чем печь потому что дымоходы все идут с нержавеющей стали и если мы им создадим условия чтобы они не нагревались свыше 400 градусов это предел для чего больше не надо нельзя больше понимаете для того чтобы создать тягу в дымоходе достаточно чтобы температура исходящих базов вот только и вы на выходе из печи и свечи было 400 с небольшим градусов все тяга уже будет дымоход в это время нагреется ну там 200 чуть больше градусов как только температура на выходе поднимается мало того температура может быть момент высокая но если обедненная смесь после колпака она тут же гасится тут же через двадцать тридцать сантиметров она уже падает 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 но это создает нормальную тягу и все и вот эти вот печи те которые колпаковые даже сделаны из черного металла они конечно служат с определенной плюс экономят но на банной печи таки ставить нельзя на банную печь нужно ставить с жарстойкой нержавеющей стали вот тогда мы получим полный комплект для отопления нержавейку шикарно но есть один маленький нюанс цена будет высокая но не все как говорится захотят себе такую дорогую печку но это не самое главное понимаете самое главное ваша безопасность то что у вас дымоход не разрушится то что у вас было печь будет работать шуршать дрова сэкономите реально у нас есть примеры когда люди сначала ставили такие вещи потом поставили нашу печь они просто в шоке шуток дров в два раза меньше расходуешь а тепла в доме больше меньше улетает дымоход больше остается здесь и не надо так термически его нагружать печь печь термически нагружается еще дольше работает даже из черной стали понимаете от правильной конструкции и после этого не надо мне рассказывать что ваши буржуйки это ваша экономия ваши буржуйки это те которые ну кажется просто вас разоряют вот эти буржуйки которые превращают дымоходы в хлам просто в хлам от которого ну просто ну реально дом может сгореть только так бани горят вы знаете да периодически дома меньше горят почему потому что дымоходы чаще ставят более надежные более всего и все-таки стараются вставить печи более комфортные более надежные а бани горят потому что любую железяку да и так пойдет то что у него пара нет то что у него дымоход перегревается то что у него парное помещение перегревается ну правильно все равно что такой пара там нет надо перегревать и тогда не надо как говорится поддавать сиди и просто жарься поэтому вот если выбирать печь по такому подходу по такому подходу то вы сделаете правильный выбор и вас никакой там маркетолог никакой там продавец не собьет с пути истины запомните для себя что вы все своими руками делаете все пожары не надо никого винить это ваша вина потому что вы не досмотрели вы сэкономили вы махнули рукой и вот эти буржуйки которые вы считаете вам экономят деньги они вас конце концов могут и погубить запомните хороший материал никогда вас не подведет как знаете есть поговорка дорого да мило дешево да гнило и с хорошая печь она вам сэкономит в результате по конечному результат вот если сколько эксплуатирует хорошая печь если вы сравните с теми вещами у вас получится реальная экономия за счет экономии топлива длительность работы мягкости безопасности вот имейте это ввиду к этой теме мы еще вернемся ближайшее время потому что по каждому вопросу отдельно стоит поговорить пока все